Здравствуйте! На ваших экранах программа «О чем молчит время». А это значит, что мы с вами в очередной раз отправимся в увлекательное путешествие по Рязанской области и по страницам ее истории. Оказывается, абсолютно не обязательно далеко ездить для того, чтобы узнать интересные исторические факты и познакомиться с необычными таинственными легендами. Сегодня наш путь лежит в Рыбновский район. Как оказалось, именно здесь, совсем недалеко от Рязани, можно узнать множество интересных легенд, некоторые из которых, вполне возможно, имеют под собой реальную историческую основу. Итак, первый пункт нашей остановки – село Алешня. Это совсем небольшой населенный пункт, который сегодня, в принципе, даже селом назвать сложно, ведь здесь нету церкви. Однако, это село с богатой историей. Считается, что раньше эти земли принадлежали самим Нарышкиным. А в доме, где сегодня расположена сельская школа, родилась сама Наталья Кирилловна, мать Петра Первого. Наталья Кирилловна Нарышкина – русская царица, вторая жена царя Алексея Михайловича, дочь мелкопоместных дворян – Кирилла Полуэктовича Нарышкина и Анны Леонтьевны, урожденной Леонтьевой. Наталья Кирилловна воспитывалась в московском доме своего дальнего родственника, боярина Артамона Матвеева, где, как считается, ее и увидел Алексей Михайлович. Она была призвана на собранный со всей страны смотра невест и повенчана с царем 22 января 1671 года, когда ей было 19 лет. Итак, считается, что со своим будущим мужем Наталья Нарышкина познакомилась в Москве. Но вот где она родилась и откуда пошли слухи, что именно в Рязанской области состоялась ее встреча с боярином Матвеевым. С этим вопросом мы обратились к рязанским историкам. Оказалось, что эта легенда некоторые исторические основания под собой имеет, и родилась она не вчера, а около 200 лет назад. Они появились еще в 19 веке, во всяком случае, в литературе. Поэтому это уже такой, я бы сказала, устойчивый артефакт, который многие воспринимают за действительность. Слухи эти происходят от известного такого сказочника, можно сказать, Михаила Макарова, который собрал русские предания, летописи и прочее. То есть его считают как бы отцом, основателем многих таких мистифицированных историй, которые благодаря его сборнику получили хождение. Вот история о Наталье Кирилловне одна из них. Причем уже в 19 веке было две версии о происхождении Натальи Нарышкиной именно на Рязанской земле. И касались они разных населенных пунктов. Первый пункт – это село Старое Киркино в Михайловском нынешнем районе. Село, в котором якобы она жила, значит, со своими родителями. А потом ее случайно там увидел боярин Матвеев. Причем легенда такая очень красивая. Он увидел плачущую девушку, когда поинтересовался, почему она плачет. А Наталья сказала, что у нее девка удавилась, имеется в виду крепостная девушка. Вот тогда боярин пожалел ее и взял с собой в Москву. Такая совершенно абсолютно сказочная история. Вторая же версия, по мнению историков, лишена заданной сказочности и поэтому считается более правдоподобной. Версия о том, что Наталья Кирилловна родилась в селе Алешня, нынешнего Рыбновского района. Родила в селе Алешня, построила в селе Желчина церковь, которая сохранялась в течение длительного времени. И со временем это легенда, которая сначала передавалась из устно, А вот затем, опять же, всплывает в литературе XIX века. Со временем она обрастает деталями, уже рассказывает о том, как, значит, вот эта Наталья босоногая бегала, а точнее не очень любила бегать детворой, а любила где-нибудь там на кладбище, значит, пропадать. Такая какая-то странная девочка была. И там же похоронен, оказывается, ее отец, который всем известно похоронен в Кирилл-Белозирском монастыре, куда он был сослан царевной Софьей и так далее. То есть вот эти все трогательные подробные истории содержатся в журналах конца XIX, начала XX века. И, кроме того, за этот же период сохранились, так сказать, публикации в ученой архивной комиссии, которая исследовала этот вопрос. На поиски следов Нарышкиных наша съемочная группа отправилась в село Алешня. И первое, что нас заинтересовало, это история села. Оказывается, что впервые название этого населенного пункта упоминается в платежных книгах конца XVI века. И уже там о нем говорится, как о сельце. Раньше селами называли поселение, где была церковь. Сегодня же церкви здесь нет. Как нам рассказали местные жители, она была разрушена во время Великой Отечественной войны. Церковь в селе Алешня существовала до 1941 года. Где-то, наверное, в июне или в июле месяце ее разрушили якобы на военные нужды. Кирпич был вывезен на взлетно-посадочную полосу на аэродром, в Житово, на Геном. Были свидетели этих событий. Эта женщина уже умерла. Она 26-го года рождения. Анна Алексеевна Власова. Вот она тут у нас есть на фотографии, даже девочка, когда она училась в школе. Она сказала, что вот они дежурили в сельсовете, что к ним вот пришли, значит, взяли, куда-то позвонили чего-то, и, значит, потом солдаты заложили взрывчатку и в церковь это взорвали. Но она до этого, наверное, может быть, с года 37-го уже не работала, не работала. Сказали, что, значит, церковный утварь, книги отсюда вывозили, частично уничтожали. Некоторые прятали и в домах даже сохранили иконы из этой церкви. Предположительно, разрушенная церковь была построена в конце 18-го века надворной советницей Просковьей Нарышкиной. Но, к сожалению, никаких следов ее не сохранилось. А что же дом, в котором якобы родилась Наталья Кирилловна? Нас привели к самому старому строению села. Но даже нам, непрофессионалам, понятно, что эта усадьба была построена гораздо позже 17-го века, и будущая царица никак не могла здесь жить. Вот и археологическая комиссия самого дома, которым, согласно документам, после Нарышкиных владела семья Голицыных, не обнаружила. Вполне возможно, что после реформы 1861 года он был отдан крестьянам, а те разобрали его для своих хозяйственных нужд. Здесь история еще не очень понятна, потому что наряду с этим домом Голицынским фигурирует, как мне представляется, другой дом Нарышкиных, хозяйкой которого была Александра Николаевна Нарышкина, Гафмистерина, кстати, тоже двора Ее Величества. И этот дом сохранился, в нем Нарышкина основала школу, это была школа для учительниц сельского хозяйства, так это звучало. Вот и дом был в полном порядке. Вообще вот тот первый Голицынский дом описывается, нельзя сказать, что подробно, но во всяком случае из описания понятно, что это было что-то очень интересное. То есть в доме были росписи то ли французских, то ли итальянских мастеров, был огромный купол, который со временем рухнул. Каких-либо следов древности, то есть когда комиссия туда отправилась, они искали следы древности, то есть следы построек 17 века. Так вот, значит, что-то там было, какие-то большемерные кирпичи, которые действительно свидетельствуют о том, что постройки были ранние. Но ничего такого определенного, в общем-то, эта комиссия не выявила. Об истории сохранившегося дома известно немного, и все-таки кое-что местные краеведы выяснили. Так руководитель Школьного краеведческого музея Маргарита Сенина узнала, что последними владельцами дома действительно были Нарышкины. Из архивных документов становится известно, что в качестве последних хозяев дома упоминается Эммануил Дмитриевич и Александра Николаевна Нарышкина. Вот у Нарышкина указаны годы жизни, 1839-1919. После смерти мужа Александра Николаевна отдала этот дом под сельскохозяйственную школу. Но насколько это правда, я не могу сказать. После революции 1917 года в селе была установлена советская власть, и бывшая хозяйка дома была расстреляна. Но мне вот рассказывали, значит, жители села Алешня, потому что Алешня у нас считается село, это вот то, что вдоль речки Алешенки. А это у нас Попасово, Юрасово, Кобяковка, Самодурвка. Это уже после все эти хозяйства деревни все объединились, и стал Алешня. А так вот Алешня, она идет по речке, там как раз и церковь была. И вот Платоновым мне объяснили, значит, Анатолий Дмитриевич Платонов, он 32-го года рождения, что мать ему говорила, что хозяйку дома прогнали, и она где-то обитала вот на сельском кладбище. Ходила она там, плакала, и там она умерла, что якобы ее не расстреляли, что она сама умерла. Но насколько это правда, я не знаю, это вот так вот свидетели рассказывают. В одном из старинных журналов можно даже найти фотографию этого дома времен владения им на Рышкиных. Однако после пожара в конце 20-х годов 20-го века здание было перестроено. Появился второй этаж, а то, что могло бы указывать на прежних хозяев, было уничтожено. Несомненно, одно село Алешня было в отчине на Рышкиных. Но, скорее всего, принадлежало оно родственникам брата-царицы, Льва Кирилловича. А что касается самой Натальи Кирилловны, та же ученая архивная комиссия провела исследование и выяснилось, что вот эти села, которые и считались здесь родиной Натальи Кирилловны, она получила только после своей свадьбы. То есть это был подарок супруга Алексея Михайловича. Ей, значит, после свадьбы, то ли после рождения даже Петра, поэтому там она родиться просто по определению не могла. Вот и получается, что рождение здесь великой царицы Натальи Кирилловны всего лишь легенда. Но, согласитесь, легенда красивая. Тот факт, что некогда этими землями владели Нарышкины, привел к рождению еще более затейливых легенд, о которых нам поведали местные жители. В конце 90-х годов в районной газете написана была большая статья, или как очерк Поляничева, называлась «Царская невеста». Там, наверное, на двух страницах районной газеты было напечатано. И там были такие фантазии, что якобы Петр Первый прямо на корабле по Воже приплывал в Алешню, чтобы посмотреть на родовое материнское гнездо, что тогда Вожа была очень многоводной такой, не как теперешний ручеек. Вот. И я ему, значит, написала. Я говорю, ну как вот так вот придумают. Он говорит, я здесь выступаю не как историк, а как журналист. Это мое мнение. Конечно, прибытие Петра Первого по Воже в Алешню больше напоминает красивую сказку. Но вот то, что первый российский император бывал на Рязанской земле, доказан исторический факт. Впервые флотилия Петра Первого проходила мимо Переиславля-Рязанского во время Азовского похода в 1695 году. Известно, что тогда настоятель Солочинского монастыря обратился к будущему императору с просьбой принять в дар все запасы, которые были приготовлены для царской флотилии. Весь перечень многочисленных язв для флотилии Петра Первого был зафиксирован документально. Гуси, куры, быки, бараны, сметана, творог, пиво и много других припасов Петр Алексеевич принял от монахов в районе села Новоселки. Говорят, что проплывал он и мимо Переиславля-Рязанского, и там в его честь полили из пушек. Документально зафиксировано, сколько было потрачено пороха в этот знаменательный день. Во второй раз император проходил мимо Рязанских земель спустя четверть века во время Каспийского похода. Тогда его флотилия остановилась в районе Касимова. И именно там произошел анекдотичный случай, который чуть не стоил жителям Касимова минарета. Дело в том, что проплывая мимо Касимова, Петр Первый издалека принял минарет за церковь и перекрестился на него. Затем сгоряча, когда мы сказали, государь, на что же ты крестишься, сказал снести немедленно. И начали сносить, но очень мудро поступили муллы, которые пришли, чуть ли не на колени встали, на берегу, слезно просили. Царь был горячно отходчив, поэтому минарет, который начали было разбирать, таки уцелел. В третий раз император проезжал через нашу землю по суше. Рассказывают, что тогда специально для него ставили новый сруб, так как царь боялся тараканов. Вот, оказывается, сколько забавных происшествий и значимых событий происходило на нашей земле несколько веков назад. А некоторые из нас даже и не подозревают об этом. На самом деле, если повнимательнее присмотреться и прислушаться к тому, что происходит вокруг, можно открыть для себя множество удивительных и интересных фактов. И пусть не все они имеют под собой документальную основу, но ведь легенда и предания – это тоже часть нашей истории. С вами была программа «О чем молчит время». Увидимся ровно через месяц. Редактор субтитров А.Семкин